о курсе по алфавиту. Баланс. На занятиях мы выполняем упражнения на баланс. Особенно много таких упражнений в изометрической гимнастике, где мы учимся лежа на полу перекатываться со спины на живот и назад на спину, не используя упора на руки и ноги. То есть мы ищем только те силовые линии в теле, которые необходимы для переката на балансе, без лишних энергозатрат. Наша задача научиться двигаться плавно, дышать ровно и расслабляться. А далее мы переносим полученный опыт в жизнь, в наши отношения. Первым делом в отношения с самим собой. Насколько у меня получается на балансе выстраивать личное пространство, рабочее место. Далее, насколько сбалансировано у меня получается выстраивать отношения с близкими людьми, с окружающим миром. Например, дети, отношения с детьми. Дети, как правило, хотят гулять, играть, но не хотят выполнять какие-то бытовые задачи. И вот здесь как раз пригождается баланс. Как найти компромиссное решение, договориться с ребенком, чтобы и его желания, и ваши были учтены. Есть один нюанс. Не путать баланс с балластом. Не класть на чашу весов слишком много. Наверное, здесь лакмусовой бумажкой будет, что я чувствую при выстраивании отношений. Напряжение или расслабление? Усиление или насилие? Кстати, обо всем об этом мы можем поговорить с вами еще и на одном мероприятии, на букву Б, которое проходит у нас каждую субботу в онлайн формате. Приглашаю вас на беседку. с руководителем нашего общественного института системного воспитания личности Анатолием Олеговичем Катуниным. Подключайтесь к нам, задавайте вопросы и давайте обсудим онлайн, получается в вашей жизни или нет сохранять баланс. Какие у вас есть инструменты для выстраивания гармоничных сбалансированных отношений? Увидимся в субботу. Ссылку пришлю по запросу в личные сообщения. И до встречи в следующем видео на букву В.